Вчера пришло сообщение о том, что портится погода. И вот я смотрю, какие идут тучи. Ну, как говорится, то ли ещё будет, потому что предупреждение, что будет очень сильный ураган. Прямо чёрные-чёрные тучи идут. Такое было экстренное сообщение. Всем на телефоны пришло, что с двух часов ночи будет портиться сильно погода. Грозы, ливни и ураган. Такая у нас тут погодка. По-моему, уже гремит. Где-то уже гремит. Всё чернее и чернее. А там выше, смотри, как полоса какая-то, как ровная. И они пустят, как быстро идут. Какое-то явление непонятное. Какие-то полоски, как радуга, отсвечиваются. Что это такое? В общем, я не знаю. Я такого ещё не видела. Такой вот, там самолёт полетел. Что-то будет. В общем, отойти от окна невозможно, потому что всё время всё меняется. И, по-моему, уже начинает капать дождь. В общем, сегодня наши прогулки отменяются, потому что... Потому что отдыхать надо. Потому что погода нелётная. Нелётная погода. Ну, а тут уже идёт дождик. Там ещё липа, Яна, одна стоит. А мы эту оборвали. Слушай, давай про липу уже. Да, про липу потом, да? Ну, в общем, такая... Какие-то они страшные эти тучки. Пошёл дождь. Ну, такой пока спокойный. Но на улице сразу стало прохладно, прохладно. Слышите? Это был гром. Но он какой-то как глухой звук. И мне что-то напомнило нехорошее из моей недавней жизни. Давай бутылочки. Сейчас выходит чек. Уже зажглём магазинчик сразу по ценам. Так. Это, наверное, перец. 3,99. Помидорчики. Гривна, господи, гривна. Евро 39. Виноград. Евро 49. Персики. Это нектарин, по-моему, да? 2,49. А вот это... Вот это цены. А это персик тоже 2,49. Идём дальше. Нам нужен хлеб. Мы дождались, пока опять пойдёт дождь. А не вот этот ты брала? А вот этот. А, это он, да? Это по евро 49 хлеб. Ну да. Это полкило... А, 390 грамм. А у вас, по-моему, это евро 20. Я не помню. Ну, 390 грамм. 400 грамм, евро 49. На втором этаже там напитки. Твои любимые сушки взять тебе? Это глютен. Какой взять? Нет? Нельзя? Нет. Ну, хорошо. Что тут ещё? На втором этаже там напитки сладкое. Да ты потом почувствуешь, как тебе легче будет. Две недели без. Яна, Яна, ну подожди, иди сюда. Расскажи, пожалуйста, вот по ценам. А сайра есть? Скумбрия вижу. Ой, тушу на свиньи. Чья? Вон там всё есть. Это скумбрия. Сайру не вижу. Вот это? Тут тунец. Это паштет, по-моему, да? Красная рыбка. Нет, это тунец. Всё тунец? Это всё тунец. Это тут шроты. Ага. Доматерина свиньи. А ну, вот, посмотри, тут дороже, чем у нас. 2,24, ну, это большие банки. Ну, так, а у нас 80 гривен. Да, я думаю, что это 2 гривен. Ну, а тут 2,5. Да. Вот такие готовые уже продаются, всякие супчики. С водой только разбавляешь, один к одному. Борщ, вот сливами, украинский борщ. А, так просто разогрел в кастрюльке и уже... Евро 64, борщ, 480 грамм. У нас стоит дом, если вы хотите купить. Подожди, подожди. Сегодня у нас такой денёчек получился. Отдыха. Просидели дома после дождя. А теперь пошёл опять дождь, когда нам надо было идти в магазин. Слава, тебе сейчас это... Полиция заберёт. Ты неправильно себя ведёшь. Скажут, что что-то с человеком случилось, надо его лечить. Тут очень много лечебных заведений. Ты мне говорила. А, район больниц. Ну, завтра погода уже будет хорошая. И наши путешествия будут продолжаться. Даже собачка вон в этом плащике от дождя. Вот, что ли. Ой! И в кусты. Облавили. Ну, как красиво сделали зонтики. У кого что болит? Вот мы уже и дома. Говорится, закон подлости. Мы пришли с магазина. И всё. Дождь прошёл. Начало солнышко уже из-за тучек выходить. Ну, а на балкончике намочила немножко. Ну, а тут... Та-да-да-да! Наша липа, которую мы собирали. Теперь она тут у нас сохнет. Но всё равно, вот видите, мы немножко поздно пришли, что вот эти горошечки есть. Ну, для чая это будет супер. В общем, погода нелётная, но мы себе нашли, чем заняться. Носочки. Такие вот будут носочки. Сижу, вяжу. Яночка подсказала, как. Я ещё таким методом никогда не вязала, но мне очень понравилось. Такие у нас ниточки. Опа! Такие вот ниточки разноцветные. Скажи, кому ты нравишься? Кому я вяжу? Я вяжу для своего любимого мужа. Сейчас покажу. Вот такие вот носочки получаются. Красота. Это потому, что ты мне подсказываешь. Ты же у нас такая рукодельница, всё можешь, всё умеешь. И мамочку учишь. Прелесть. Такие вот красота получается. Так у нас день сегодня и прошёл, могу вам сказать. То дождь смотрели, какой идёт. А тучи, конечно, были очень страшные. Ещё когда пришло это предупреждение, загудело, как у нас тревога в Украине гудит. Вот так вот загудело у нас в телефонах. Причём сначала у папы, потом у меня. Потом слышали на улице у кого-то звенело. Ну, в общем, у всех зазвенело предупреждение, что очень будет какой-то там буря, ураган. Они написали, по-моему, в 2 часа ночи начнётся. Ну, ночью ничего не было. А уже вот эти тучи, они начались только утром. Часов, наверное, в 9. Да, Яна? Вот мы сейчас шли под дождём, под зонтиком. Пожалуйста, пришли, и уже солнышко начинает светить. А это значит, что погода у нас меняется в лучшую сторону. Завтра будет у нас прекрасная погода, и у нас будет продолжение нашего путешествия по городу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики, если кому не жалко. Пишите комментарии. И далее буду.